Фальшивые деньги – явление, появившееся достаточно давно. И параллельно тому, когда специализированные предприятия улучшают качество реальных банкнот, совершенствуют свое лжемастерство и мошенники. Копии стали более высокого качества, для отдельных необходим тщательный анализ. Чаще всего в Брестке, межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз, на исследование поступают купюры в 100 долларов США, а также пятитысячные банкноты, подделки российского рубля. Реже – белорусские деньги. За 7 месяцев 2020 года в Брестском межрайонном отделе было проведено экспертиз по 21 факту фальшивого монетничества. То есть это те факты, когда сотрудники банковских учреждений города Бреста выявили какие-либо признаки, которые вызывают подозрение, что эта купюра может быть поддельной. Они по инструкции вызывают следственно-оперативную группу, следственно-оперативная группа приезжает, изымает денежный билет и направляет нам на экспертизу. И за 7 месяцев этого года, как я уже сказал, 21 факт было по городу Бресту. Для сравнения, за 7 месяцев 2019 года таких фактов было 25. Один из наиболее распространенных вариантов получения фальшивых денег – покупка их вне банковских учреждений, причем за рубежом. Такая история произошла у одного из жителей Брестского района. При обмене выяснилось, что на руках мужчина держал фальшивку. У сотрудников банка было подозрение на то, что этот денежный билет является неподлинным. Они также вызвали следственно-оперативную группу, они денежный билет изъяли, направили нам на экспертизу. Оказалось, что он изготовлен непредприятием, которое осуществляет производство денежных знаков США. Ну и мужчина пояснил, что данный денежный билет был приобретен в конце прошлого года в городе Москве. В случае, если у вас оказалась поддельная купюра или полученная банкнота вызывает сомнения, вы можете обратиться за помощью к экспертам, которые проведут анализ и дадут компетентный ответ по запросу. Продолжение следует...